Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. Гуляю по красивейшим местам, просто по красивейшим местам Южного Казахстана. И понимаю, нет мне угомону. Ненормальный человек, абсолютно ненормальный. Угомону нет. Реки горные текут, ну такая красота, такая свежесть. Но кроме прекрасных гор и замечательных рек, превосходных видов, Вот, ну полюбуйтесь, но для белорусского глаза это же просто сказка и песня оказаться в таком месте. Но кроме этого, тут еще ходят кто? Конечно, ходят еще бычки на откорме. Такие красивые, сдобные бычки. И коровки красивые тоже не отстают. Совсем не такие, как у нас в Беларуси. Ну, свои местные породы, понятное дело. Что такое бычки и коровки? Ну, понятно, мясо и молоко. Но для меня, как для огородника-садовода, заядлого и немножко ненормального, это еще и ценнейшее удобрение, которое здесь разбросано по всей округе. Кроме коровьих бычьих лепешек, тут еще везде разбросаны и конские вот такие вот навозинки. Какая роскошь, какое богатство. Будь это в окрестностях моего участка, они бы валялись не на земле, а в ведре в обязательном порядке. Вот я бы теперь осенью насобирал бы это богатство прямо в ведро. Закрыл бы какой-нибудь крышкой, да чем угодно бы. Закрыл, поставил куда-нибудь в теплицу, например, и пусть там стоит до весны, не замерзнет. Ну, если замерзнет, растает, ничего страшного, перебродит, перепреет, полежит там несколько месяцев, все будет превосходно. Берете стакан этой жижи на ведро воды, переболтали, и вот вам превосходное удобрение. Вот вам и гуматы, вот вам и азот, и фосфор, и калий, и все-все-все остальное. И иногда вот в этом потоке информации, который так много этой информации сейчас из интернета, иной раз не понимаешь, кому верить, кому доверять, кому не доверять, кажется, что без покупки каких-то удобрений невозможно обойтись. Ну, конечно, вот я как житель городской, мне, конечно, сложно обойтись без удобрений. Вот менчане у нас приезжают по деревням, расселяются, местные жители, все-все это собирают. Слушайте, по дороге едешь, особенно если где-то дачный кооператив рядом, так там уже на одну кучку конского этого какашек этих уже там пять дачников с лопатами бегут собирать. Ну, если есть хозяйство свое, если есть животные где-то рядом, походите, пособирайте, не надо ничего покупать, никаких удобрений. Огурцы, капуста, томаты даже, только правильно надо делать, чтобы не жировало, без переизбытков. О, свекла, морковь, все прекрасно на этом растет, всю жизнь росло и расти будет. Ну, не всем доступно эта проблема, но вообще надо не забывать о тех природных богатствах, в том числе о тех удобрениях, которые на четырех ногах ходят и выдают нам ценнейшее природное средство для удобрения всех наших овощных и не только растений. Да я бы уже сейчас конского этого насобирал и коровьего подсохшего и быстренько бы под розы позакапывал. Уже все засыпает, понимаете, засыпает. И уже там этот азот ничего там им не даст, ничего плохо не будет. Позакопал бы под розы там, под флоксы туда-сюда, поприкопал бы под пионы, под малину, под смородину. Уже везде бы все прикопал. А бы бы только было. Вот здесь есть, но никому не надо. А мне надо, у меня нету. Будьте рачительными хозяевами в обязательном порядке. Не упускайте вот эти шансы собрать вот эти животноводческие отходы для собственного огорода и сада. Ну, простая штука, да, но иной раз неплохо об этом и поговорить. До скорой встречи.